Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». Кто не мечтает о престижной работе и карьерном росте в любом возрасте, хочется быть полезным и хорошо зарабатывать. О том, насколько это возможно и на какие вакансии могут рассчитывать соискатели, сегодня говорим с министром труда и занятости населения Рязанской области Юлией Рокотянской. Давайте мы начнем с самых, наверное, молодых. Если мы еще учимся, но при этом хотим работать, знаем, что мы что-то умеем, куда мы можем обратиться и на что мы можем рассчитывать сегодня. Если мы говорим самых, наверное, юных наших ребят, это школьников, да, сейчас проводится ряд мероприятий в рамках профориенционной работы, когда на площадке школы, где проводятся родительские собрания, выходят представители учебных заведений, в частности, мы делаем акцент на среднем образовательном учреждении, представители, работодатели конкретных уже работников кадровой службы и, конечно, нас как представители центров занятости. И мы прогнозируем это с учетом нашего прогноза на семилетний период. Конкретное какое-то учебное заведение, либо это СУС, либо это высшее учебное заведение, которое говорит о тех планах учебных, когда ребенок четко получает те или иные направления работы, особенно углубление происходящих на практические занятия. И это происходит взаимосвязь между учебным процессом и работодателями. Ребенок, который поступает в учебное заведение, он может уже начинать работать буквально после двух лет, как он только начинает учиться. Ведь неоднократно уже мы говорили о том, что на рынке сейчас востребована профессия со среднепрофессиональным образованием против высшего, которое когда-то, например, было более приоритетным. На практике ребята выходят, начинают работать, получать первую свою заработную плату, заключаются договоры. Это как раз то необходимое мероприятие, которое мы, скажем так, активно внедряем сейчас на рынок для закрепления специалистов на наших конкретных предприятиях Рязанской области. В частности, в тех отраслях, которые наиболее необходимы. Это обрабатывающие производства, это транспорт, связь, это сельское хозяйство, это строительство. И, конечно, наша бюджетная сфера – это здравоохранение, образование. В рамках этих договоров предусмотрены меры социальной поддержки, которые работодатель оказывает непосредственно сейчас студенту, в рамках которых он четко несет свои обязанности, что после окончания учебного заведения он идет работать именно к этому работодателю. И в рамках учебного процесса он проходит практику именно на этом предприятии, где обучают не просто теоретически, а уже практически эти навыки. Учебное заведение как раз обязуется представить и площадку, материально-техническую базу для того, чтобы происходило это взаимодействие. Особую долю здесь занимают ребята, которые являются призывниками. Это необходимо для того, чтобы они после того, как ушли на военную службу, обязательно вернулись на это предприятие для того, чтобы продолжить. Они знали, куда они могут возвратиться. На самом деле в Рязани не все так просто. То есть мы проходим массу собеседований, мы оставляем там все свои данные, потом не факт, что перезвонят. Вот сейчас представления у молодежи, не только у студентов, но и у людей чуть постарше, они совпадают с тем, что есть. То есть сейчас реальный век менеджеров. Престижность рабочих профессий упала. Это явно видно на рынке, когда потребность именно в квалифицированных кадрах, инженерных кадрах… Чтобы повышать квалификацию. Совершенно верно. Она сейчас присутствует. Вот для этого мы делаем помимо акцента на среднепрофессиональное образование, еще и высшее образование. В каждом министерстве просто хочу отметить, что есть человек, который отвечает за потребность кадров в той или иной отрасли. И самое главное – закрепление молодежи в тех организациях, с которыми они сотрудничают. Так вот, сейчас уже прошло несколько встреч во многих наших вузах. Я думаю, в СМИ уже наши граждане успели это заметить. Что приезжают работодатели и студентов третьих-четвертых курсов, то есть практически предвыпускных курсов, мы ждем для трудоустройства. И работодатель уже заинтересован из общей массы. Он выбирает именно тех и стимулирует их. Он говорит, какие могут быть сейчас меры соцподдержки. Какая доплата к стипендиям. И это все прописывается в договоре. И что его ждут дальше. Какие возможности, перспективы с жильем, трудоустройством. То есть весь соцпакет. И есть уже яркие примеры, которые нам позволяют сказать, что мы сдвинулись с мертвой точки с точки зрения закрепления потребностей экономики в кадрах. И для молодежи сейчас настал тот период, когда они помимо того, что не знают, они должны уже понимать, куда они должны пойти. И самое главное – для этого все возможности к росту есть. Было бы желание. Ну вот следующая проблема. Мы будем с точки зрения человека, который ищет работу. Вот мы нашли работу, мы приходим на собеседование. Первый вопрос. Дети есть? То есть если есть, уже не очень хорошо, будешь часто болеть. Если нет, соответственно, идешь в декрет. Вот молодые мамочки, они могут сегодня рассчитывать, что они вернутся опять же именно туда. Или они могут найти себе работу временную. Или какие-то удобные часы. Вот на вот этой нише что происходит сейчас? Сейчас на самом деле, вот когда мы говорим о дискриминации некой, да, это четкое нарушение закона будет работодателя. Если он именно говорит об этих условиях, это первое. Поэтому, уважаемые, хотелось обратиться к гражданам. Если на самом деле такие существуют моменты, просьба обращаться по телефону горячей линии министерства, где мы будем тогда уже рассматривать эти вещи, так как это нарушение закона. Это во-первых, да. Для мам, которые воспитывают детей до трех лет, мы проводим обучение. Активно об этом говорим. Что на сегодняшний момент на рынке представлены вакансии с гибкими формами работы. Таких, сразу скажу, вакансий не так много. Да, и, ну, мы можем говорить о том, что вот это направление мы продвигаем. И, возможно, мам получить дополнительное образование. В общем, с учетом того, если они хотят. Мы провели в этом году опрос с учетом, ну, скажем, наверное, тех мам, которые родили. Мы отработали вместе с нашим ЗАГСом все те, наверное, имеющиеся данные на сегодняшний момент времени. И проанкетировали этих женщин, насколько они хотят, не хотят в дальнейшем работать. Такого раньше не было. Мы, наверное, одни из первых в регионах ЦФО, которые такую работу провели. И есть активность младых мам. Мы их активно сейчас обучаем. Успевают у нас набираться группы для того, чтобы они могли в дальнейшем себя куда-то перевоклифицировать или просто дальше необходимы какие-то навыки работы. Ну, мамочка, насидевшись в декрете, понятно, ей хочется разнообразия. Вот пенсионерам им немножко сложнее. Для них сейчас что-то есть, есть какие-то вакансии, которые будут им интересны, будут приносить им определенную прибыль. Во-первых, мы проводим два раза в год ярмарки вакансий. Именно для этой категории граждан, припенсионного и пенсионного возраста. Да, особое значение имеет правильное, это компьютерная грамотность. В рамках нашего министерства действует такая программа «Бабушки и дедушки онлайн», когда волонтеры на безвозмездной основе, это наши студенты СУЗов и ВУЗов, приходят, обучают компьютерной грамотности данную категорию граждан. Это происходит у нас в министерстве, это и в Рязани, и в Скопине, такие открытые курсы. И мы даже не успеваем за потоком желающих на самом деле обучиться, нам не хватает волонтеров. Иногда для того, чтобы максимально обеспечить всю ту потребность, которая есть. То есть группа все время заполнена, мы выпускаем и выпускаем. С учетом изменений в законодательстве сейчас дополнительно идут проференции для данной категории граждан, когда мы уже как раз лица, которые получают пенсию по старости, мы будем дополнительно обучать. Мы имеем теперь такое право на услугу, и здесь, я думаю, как раз расширим уже печень. И не просто там это будет компьютерная грамотность, а совершенно могут быть другие направления, которые на рынке и востребованы, и сами захотят, самое главное, граждане получить. Только необходимо обратиться к нам в службу занятости, и мы это отработаем. Вот из тех 10 минут, что мы с вами наговорили, у меня сложилось впечатление, что люди просто не очень грамотные и не знают, куда обратиться, где что посмотреть, где что действительно есть. То есть сунувшись в пару мест и получив отказ, они думают, что проблемы есть везде. Мне кажется, это далеко не так. Служба занятости – это не только те граждане, которые на сегодняшний день оказались без работы, но ведь это услуги те, которые на самом деле могут работать и искать работу, поменять. Эти услуги не только оказываются у нас непосредственно в центре занятости и во всех филиалах области, но вы также эту услугу можете оказать и в МФЦ. Мы всегда готовы помочь, потому что, да, кадровое агентство есть, они выполняют определенную роль. Но пусть хотелось бы, чтобы граждане не забывали о том, что мы можем представить максимальное количество, наверное, тех вакансий, которые есть. Да, на сегодняшний день у нас порядка 12 тысяч вакансий, которые находятся в регионе. Мы сотрудничаем со всеми и крупными, и средними, и малыми предприятиями, потому что по закону все организации обязаны те вакансии, которые у них появляются, представлять в наш банк данных. И мало того, что это возможность не только для города и области. Банк данных существует с учетом нашего портала «Работа услуг в России». То есть можно трудоустроиться, найдя через данный портал, в электронном есть виде и терминалы, и наши специалисты помогут все это объяснить в любой точке Российской Федерации. Спасибо вам за эту беседу. Как показала встреча, все в наших руках, главное их не опускать. Это была программа «Подробности». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова